Руслан Хасанов И как же без экранизации фэнтезийного романа Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени»? О, это музыка! Композитор Рамин Джавади, на мой взгляд, создал настоящий шедевр. Лично я, если слышу стартовую тему «Игры престолов», избавиться от неё не могу. Долгие часы напеваю про себя. А ведь данная мелодия проходит через весь сериал, в котором на минуточку 7 сезонов. И это ещё не конец. Отличительной особенностью сериала признана особая жестокость главным героем истории. Вот смотрите. Был Нед Старк в исполнении Шона Бина. На протяжении 10 серий сезона повествование велось вокруг его персоны. Он распутывал интриги, карал врагов государства. Но враги не остались безучастны. Конец первого сезона его не стало. Простите, те, кто не смотрел «Игру престолов», больше рассказывать о перипетиях сюжета не буду. Но принцип понятен, я думаю. Итак, на протяжении всего сериала подобный подход создателей переняли от прародителя мира Джорджа Мартина. Он не берёг своих персонажей ровно так же. Но не любит он привязанностей. Первое предложение о продаже прав на экранизацию Джордж Мартин получил спустя два месяца после выхода первого романа серии, который назывался «Игра престолов». С каждым годом популярность книги росла. Цена на экранизацию так же. Играл свою роль коммерческий успех фильма «Властелин колец» Питера Джексона. Тем не менее, писатель долгое время довольно скептически относился к возможности экранизации своих произведений, считая их чересчур длинными для киновоплощения. И облик, а также популярность сериалов пришлась как раз вовремя. Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта помимо самого Мартина стали Дэвид Беннев и Джон Уайс. Предполагалось, что они будут сценаристами всех эпизодов, кроме одного в каждом сезоне, сценарий которого пишет сам Мартин. Как правило, творец берёт на себя самые сложные и значимые серии. Ежегодно первая и последняя серия сезона «Игры престолов» бьют рекорды просмотров на ТВ и скачиваний в интернете. У многих жителей планеты стала доброй традицией ожидать понедельника, чтобы узнать, что покажут в новом эпизоде. Я сам из таких зрителей. Седьмой сезон сериала вышел на экраны летом 2017 года. В среднем, по официальным данным, без всяких ваших торрентов, за первый день показа один эпизод посмотрели больше 10 миллионов зрителей. Судьбу Вестероса, континента, на котором всё и происходит, мы узнаем. Не скоро, только в 2019 году выйдут заключительные шесть. Эпизодов телеэпопеи. Но на этом с миром Джорджа Мартина мы не простимся. Коммерческий успех проекта позволил создателям подумать об ответвлениях от основной истории. Нас ждёт четыре спин-оффа. Один из них, по слухам, должен рассказать о жизни дома Таргаренов до событий сериала. Но это совсем другая история. Ждёте ли вы финала саги? И кто же займёт железный трон? Жду имена ваших претендентов в комментариях рубрики о кино в социальных сетях. И на сайте Медиахолдинг Западная Сибирь. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.